Здравствуйте! Почему вы так любите фэнтези? Ну, вы спросите для начала, люблю ли я вообще фэнтези, потому что петь и любить это разные вещи. Хорошо, вы любите фэнтези? Да. Ну, в меру люблю фэнтези, на самом деле, потому что мне нравятся вымышленные миры, потому что нам и так хватает обыденности, всего этого. Полно в нашем мире далеко, к сожалению, несовершенно, хотя достаточно сейчас солнечная погода, приятно, можно лицезреть плюсы этого мира. Все цветет, все благоухает. Но фэнтези все равно это возможность погрузиться во что-то иное, то, что еще не наскучило. Хорошо, и тогда какую бы книгу вы посоветовали прочитать каждому человеку? Слушайте, вот по поводу книг это настолько субъективная вещь, что я даже не возьмусь рекомендовать ту или иную литературу, потому что, ну, сами понимаете, вкусы у всех совершенно разные. Я могу сказать, что мне, допустим, по душе, мне нравится автор Макс Фрай, который пишет под псевдонимом Макс Фрай, то есть одна из моих любимых книг это «Чужак». Это самая первая, которая сытала Мартынча, когда она еще с мужем писала. Я просто тоже очень люблю Макс Фрай и коллекционирую его книги, ее. Ну, это из того, что мне более-менее нравится из фэнтези. А так, ну, «Мертвую душу» интересная была книга, хотя она такая достаточно тоже на любителя. Ну, вот в свое время, когда я еще в школе даже читал ее, мне понравилось. А как вы познакомились с Юрием Мелисовым? С Юрием Мелисовым познакомились на одном из концертов, который был посвящен каверам группы «Эпидемия». Вот я тогда еще пел в группе «Ренессанс». Была такая группа. Вот. И мы исполняли в составе с разными музыкантами, друзьями неизвестными каверы группы «Эпидемия». Там, соответственно, Юра выступал, как приглашенный гитарист. И там вот лично мы с ним познакомились в первый раз. А так, вообще, я Юру знал еще задолго до этого, как автора, исполнителя, гитариста группы «Эпидемия». Вот. С тех пор, как бы, не могу сказать, что у нас какое-то творческое взаимодействие происходило. Просто вот мы увиделись, поздоровались там, познакомились и все. А непосредственно уже мое участие в группе, даже не в группе сперва я участвовал, а в рок-опере «Эльфийская рукопись сказания на все времена». Меня тогда позвал Макс Самасват. Он мне позвонил, говорит, нужен молодой, перспективный вокалист. Попробуешь? Я говорю, окей, мне интересно. Ну вот. Но тогда еще, естественно, не было никакой речи о том, что вот точно, абсолютно точно, и там меня возьмут. Я думал, это кастинг. И вот он ломался, много репетировал. Но, как оказалось, в общем-то, вариантов у них не было. Пришлось довольствоваться тем, что я им, сказать, исполнил. Вот так вот. Потом уже все более-менее, наверное, известно. А как вы относитесь к своему здоровью, к здоровью своего голоса, тела? Ну, наверное, самое главное, о чем я могу сказать, это о голосе, что молодым вокалистам не рекомендуют злоопыты влиять алкоголем непосредственно перед выступлением. Ну, за денечек можно там пригубить. Вот. Ну, не есть много сладкого, чтобы там слюна не сгущалась. Острое не есть. Что еще? Горячие, экстремально горячие, холодные напитки газированные тоже не рекомендуется. А так, ну что, я могу сказать, что я вообще не курю никогда. Да, и не курил. Ну, он даже не пробовал. Ну, вот алкоголь употребляю по праздникам. И так, если употребляю, то достаточно в таких мелких количествах, чисто для настроения. Ну, а здоровье в плане спорта я ничем особо не занимаюсь. То есть, раньше мне нравилось гонять мяч с отцом на футбольном поле в Лужниках. Мы как-то собирались раз в неделю, ну, вот, бегали. А сейчас пока что не приходится. Времени даже не хватает. Какой праздник ваш самый любимый или какой-то день особенный для вас? Ну, лично для меня это теперь уже... У меня есть два праздника, которые я очень люблю. Это годовщина свадьбы с моей женой. И самая главная дата – это рождение сына, пока что единственного. 18 февраля 2016 года, того года. А если что касается вообще всеобщего праздников, то, наверное, это Новый год и 9 мая. А ваш, собственно, день рождения? 9-й – это патриотичный. Ну, день рождения – это замечательно, но это слишком как-то эгоистично было бы назвать праздник. Хотя тоже достаточно приятно там поздравления получать от своих родных и близких. И вообще многочисленные приятные слова от поклонников, ну, и не только коллег, от всех людей. Какие творческие курьезы и просто смешные ситуации происходили у вас на репетициях, на концертах? Ну, так прям сразу не знаю, не могу сказать. Ну, наверное, из последнего, самое, может быть, не то чтобы там смешное, но даже, может быть, плачевное, это когда в день постановки эльфийской рукописи у нас просто напрочь отказывал звук. Как выяснилось, это было из-за того, что гофра, через которую проходил тяжелый дым, должен был проходить тяжелый дым, она соприкасалась с нашим рековым кейсом, с которого шел подклад и гитарные звуки. В общем, это дало какой-то фон электрический на нашу звуковую карту. Тогда мы еще играли через звуковые карты. Теперь мы от этого отказались, чтобы никакие гофры и там подобные вещи нам больше не помешали. В общем, это такое было. Не могу сказать, что приятный опыт. А именно, чтобы такое, чтобы было смешное или там вот такое запоминающееся, когда, ну, такой эмоциональный подъем, когда... Для меня смешное, когда Кирилл Немаляев начинает импровизировать и петь что-то типа «В глазах мерцает алый свет, кровь эльфов льется на паркет», например. Или еще что-то, ну, так сходу не вспомню, если Кирилл сейчас подойдет, может, что-нибудь еще импровизирует. А так, ну, прям смешных случаев я не припомню. Бывают... Был случай еще один грустный, могу только вспомнить, как-то Митяй Борисенков упал в оркестровую яму там просто. Ну, это было сто лет назад, слава богу, да, только садин на спине остался у него. Хорошо, тогда, если бы не ваша творческая жизнь, то кем бы вы видели себя по профессии? Ну, у меня есть вариант уйти в программирование, так как у меня все-таки основное образование – это высшая математика программирования. Несмотря ни на что. Вот поэтому, наверное, я бы пошел в программист или какие-нибудь тестировщики или еще что-нибудь в этом духе. Ну, пока есть силы и голос звенит, я бы не хотел даже думать об этом. А как вы от программиста вообще ступили на этот путь? Ну, я не могу сказать, что изначально хотел быть программистом, просто как-то в том возрасте, когда делаешь выбор, куда пойти. Я не знал, куда я хочу идти. И пошел просто по стопам брата старшего, который уже учился в том самом институте, который я потом тоже благополучно закончил. Так что это, можно сказать, не было целью моей жизни или еще что-то такое. То есть просто для нашего? Ну, просто нужно было. Родители говорят, нужно. Значит, нужно. Ну, пойду. То есть, ну, а я считаю, что детей нужно накачивать изначально, что не нужно для того, чтобы оно было. А тебе нужно что-то, какое-то занятие, которое бы тебе нравилось и приносило бы в будущем какой-то доход. Ну, не знаю, как-то вбить в голову ребенка, который еще ничего не соображает. Ну, будет время еще подумать, как это сделать. Лет 16 так. И все, да. Спасибо вам огромное. Очень приятно было, что вы согласились с нами побеседовать, нашли время. И можно еще тогда фотографию с вами. Обязательно. Спасибо за такое интервью интересное.